На твой взгляд, как человека, который представит общественность, при том общественность в международной организации ВАИКН, роль национальной регистратуры, иногда кажется, что она настолько техническая, настолько невидная, а некоторые, наоборот, пытаются возложить на нее чуть ли не роль центра, отвечающего за развитие национальных сегментов интернета. Это сейчас говорю не только про Россию, а про подходы разных стран. Вот у тебя такой кругозор уже за счет работы в Юрала, ты уже с этим сталкиваешься, что называется, на кончиках пальцев ощущаешь это все. Твой личный взгляд? Мой взгляд, я вот думаю, что я как раз скажу банальную вещь. Вы представляете большой национальный сегмент, и вы первая входная точка, и вы организующие вот такое ядро всех инициатив, которые происходят вокруг и около национального сегмента интернета российского, вот этого большого сегмента, огромного. И мне очень нравится как раз со стороны, потому что я вовлечена в небольшое количество инициатив, и как-то вот как сторонний наблюдатель. Мне очень нравится наблюдать за тем, как вы взаимодействуете с международными организациями, как вы поддерживаете и инициируете многие важные вещи, и ваши люди, они у всех на слуху, на виду. Вот. Вы точно не незаметные, вы главные, вы в центре, мне очень это нравится. Потому что вот то, что сейчас в Айкене, да, например, обсуждается очень активно и развивается тема интернационализированных доменных имен, «Универсальное принятие», «Маша Колесникова», я все время вижу, я вижу ваши дискуссии, обсуждения маркетинга ДНС, «Центр», «Ойрит» тоже, вот насколько я вижу. «Опителзи» тоже, Азиатско-Тихоокеанский союз. И мне очень нравится видеть моих знакомых и таких людей на арене международной, и потому что вы важны не то чтобы звено даже, а, я не знаю, прям ядро. Ну вот для нас и для многих наших коллег из того же Азиатско-Тихоокеанского региона, меньше из Европы, все-таки там IDN-домены, они есть, но не для всех стран это актуально, для нас очень важна проблема решения универсального принятия. К сожалению, 10 лет назад, когда домен РФ запускался, ожидалось, что это будет вот-вот, год-два и проблема решится, 10 лет прошло, оказывается, ничего не решено. Это говорят и другие страны с IDN-доменами, с активно развивающимися. Насколько ICAN понимает, что эта проблема важна, есть уже такая, наверное, подсказка к ответу, что стратегия развития ICAN до 2025 года, она выделена как одна из пяти приоритетных таких задач. Что видно по вашей организации? По нашей организации наши члены от LARCH, это расширенный орган, который дает советы, мы знаем, борду ICAN, и вносит голоса и интересы конечных пользователей интернета. У нас очень много участников вовлечены в эти процессы, создана специальная организация, и я думаю, что сейчас все поняли, что не ускоряйте процессы, мы не можем дальше развиваться. ICAN поставил это в ключевой топик и важные дискуссии, и мне очень радостно видеть, что люди из России, люди из Координационного центра не то, чтобы активное участие принимают, а инициируют многие вещи. Я рада видеть Машу Колесникову со знаменем, а Universal acceptance тоже. Как тебе кажется, роль Комитета по поддержке национальных доменов и СНСО, она как-то такая автономная достаточно история в структуре ICAN, но тем не менее, вот именно с точки зрения IDN, она возрастает. Вот у меня таки такое ощущение. В то же время ICAN как-то по инерции к СНСО относится, ну там сами в своих правилах, в своем праве, варитесь, развиваетесь, и ладно как бы. Есть пути, скажем так, повышения значимости именно Комитета регистратур национальных доменов? Я думаю, есть пути, и мы даже на своем уровне в Еврал, это вот наша европейская часть, комьюнити, мы сейчас привлекаем активно, ну, во-первых, к дискуссиям, во-вторых, это вот capacity building работы, это когда мы приглашаем людей, объяснить людям, что они делают, привлечь людей активно в сообщество, потому что все время волонтерские организации, они ищут активистов, они ищут опытных людей, людей из индустрии. Вот, Андрей, ты правильно заметил, это долгие повестки, это повестки и вопросы, которые обсуждались и развивались тогда, и сейчас, мне кажется, мы много еще лет будем наблюдать, как роль, например, национальных доменов растет, и как каждая страна предлагает свои пути, решения маркетинговые, в том числе, и технические развития национальных доменов. Не хватает кадров, их не хватает и в международных организациях, их не хватает на национальном уровне, при том, это проблема не только для нашей страны, я вот с кем из коллег не общаюсь, все вот эту вот тему выращивания кадров уже давно к себе в приоритеты поставили, мы в том числе. Как думаешь, вот то, что мы проводим, вот этот молодежный форум по управлению интернетом, школу, академию, это даст эффект, или это получится так, что мы подготовим специалистов, и они уйдут там в наши интернет-компании, но не будут развивать в глобальном смысле вот эти подходы по управлению интернетом? Я думаю, это абсолютно точно даст эффект, на этом сосредоточены сейчас все надежды организаций глобальных, потому что мы видим, что ядро работающие и активно вовлеченные, это люди уже ветераны отрасли. Понятно, что это большой накопленный опыт и техническая база, но новые люди, это новые пользователи интернета, и то, что вот вы делаете со своей летней школой интернета, и дискуссионный клуб, который образовался и так активно, я так понимаю, что пополняется слушателями и классными очень спикерами, вот, мы не можем дальше двигаться, потому что и новые идеи, инициативы, и повестка дня меняются. И очень быстро меняются. Очень быстро, да, и главное нам в нашей деятельности отвечать актуальным задачам общества, потому что, ну, интернет для общества, и ты, Андрей, да, работаешь для него, и мы в том числе, и мы же не говорим о том, что к нам придут дети, мы говорим о том, что к нам приходят студенты и люди, которые уже в отрасли, но которые хотят менять мир, которые хотят, да, управлять интернетом, и понимать, что от дискуссии нужно переходить к делу. Вот, вы делаете потрясающие вещи, мне очень радостно за вас и гордо. Говоря о регулировании именно интернет-технологии, оно напрямую затрагивает деятельность регистратуры национальных доменов. Российский сегмент интернета, ну, учитывая международный характер работы, национальный сегмент интернета, мы видим, законодатели делают акцент в этом словосочетании на слово «национальный», «технарии» на слове «сегмент», часть «глобальная». ICANN видит эту проблему, вы в сообществе обсуждаете эту тему, нет опасения, что все-таки сеть перестанет быть глобальной и станет сетью сетей со своими правилами и как-то там связанными с определенными пропускными пунктами? Я думаю, что ICANN, конечно же, фокусирует внимание на сегментации, возможной фрагментации интернета, и как мы видим на любой конференции, которая затрагивает темы управления интернетом, эта тема, она всегда острая, ее стараются аккуратно обойти, потому что геополитические, политические моменты, ну, мы стараемся не привносить в наши дискуссии, однако они, безусловно, влияют. Да, и когда сейчас публично дистанцируются от политики, сосредоточиваясь на технических аспектах работы, и он говорит, что да, это техническое управление, мы говорим только об этом. Техническое управление, да, ввели новые понятия даже. И ты знаешь, Андрей, да, вот мы, Россия, мы, страна, это вот уже много лет мой опыт посещения различных мероприятий локальных и многонациональных. Мы большая страна, не только источника, как кажется, иногда проблем, вот, да, там, каких-то кибербезопасности, вот. Острых заявлений о том, что надо передать под контролем ООН немедленно. Да, да, или вот такие, но мы и источник решений. Вот, у нас кадровый потенциал большой, и у нас влияние большое, да, и у нас огромное количество интернет-пользователей, которые все-таки определяют, да, кто кем управляет, вот. То есть на контроле, да, но такая политика невмешательства, я думаю, что вот, да, мы как на месте разберемся с тем, что мы делаем. В любом случае, конечно же, я думаю, что никто в здравом уме не верит в то, что однажды, да, наступит день локализации, сегментации и фрагментации полной. Нет, конечно, но... Доверяй, но проверяй, и будь готов. Да. Ну, собственно, да, это как раз законодатель именно об этом и беспокоится. Каким ты видишь будущее регистратуры национальных доменов, да и вообще РУНЭТа в целом? Я думаю, что и настоящее, и благодаря вам, и будущее, оно прекрасно видится, потому что нет ни борьбы, ни революции, но есть какое-то вот... Вот в мое понимание, я вижу картину консенсуса. Вы умеете всегда находить точки соприкосновения, вы умеете дружить, вы умеете делать правильные коллаборации для работы, и вы при этом развиваетесь. Вот, доменная зона растет, многие вещи технического характера решаются для конечных пользователей, то есть интернет становится более доступным, более удобным, более дешевым, я думаю, тоже. У нас точно, кстати, конкуренция, вот хорошая конкуренция, она дает свои плоды в этом смысле. Да-да-да, вот, поэтому я думаю, что все будет хорошо, ровно и без всяких потрясений, мне кажется. Я желаю вам всяческих успехов, я восхищена вашей работой, мне очень нравится взаимодействовать с вами. Я очень люблю видеть в самых ярких и живых дискуссиях людей из России, из Координационного центра, вот на площадке IGF, в Айкене. Я думаю, что мы, так скажем, не последние явно по значимости вот люди и участники вот этого взаимодействия. Спасибо вам, желаю вам только удачи. Могу сказать, что это взаимно, мы тоже рады тебя всегда видеть на наших площадках. Спасибо. Спасибо за поздравления и за это интервью. Спасибо, Андрей. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.